привет youtube привет сообщество сегодня у нас будет за . и за . будет ну не то чтобы не типичная вообще она будет типичная несмотря на то что вы здесь видите как бы камни это больше для антураж за . будет на профиле но в чем собственно говоря ее интерес это сикаю криса рива и если на этот нож внимательно посмотреть то первое впечатление которое нас сразу посетит то что это некое подобие ну и нагибы например да я понимаю что и нагиба наверное произносится не так и прошу саране меня простить любителей японско правильного происхождения я все-таки не носитель языка так вот на первый взгляд все предельно понятно это с одной стороны у нас плоскость с другой стороны у нас подвод и по идее как бы точится это вот что-то вроде вот того да но на камнях но есть нюанс если внимательно изучить этот но что станет понятно что у этого ножа с и нагибой или с ножом японской конфигурации с односторонними спусками исключительно сходство схематичная начнем с самого главного вот эта плоскость во первых она вогнутая она не является подводом это плоскость спусков подвод здесь есть дополнительно это первое второе вот это плоскость ножа является плоскостью а на нормальном японском ножа это вогнутая поверхность то есть получается ситуация следующая если мы начнем точить вот так а потом вот так как точится нормальный нож мы начнем царапать всю поверхность спуск всю ну и так как плоскость она номинальная если это положить на поверочную плиту и прострелить станет понятно что она далеко не везде плоская повреждение то будет не везде одинаковая собственно говоря именно поэтому у стандартного скажем так японского ножа подобной конструкции здесь вогнутость для того чтобы точно на камне работать если для кого-то это является ну скажем так тайной то я постараюсь все-таки это разъяснить односторонней заточки как таковой в принципе не существует подводов всегда два всегда два не бывает так чтобы он был один вопрос в объеме работы на каждом конкретном подводе вопрос в типе работы на каждом конкретном подводе но подвода всегда два и поэтому вот это вот является лишь схематичным ну как бы подобием стандартного японского ножа с односторонними спусками и поэтому это точится на профиле и каким именно образом давайте разбираться работать нам придется с подводом вот примерно в таком состоянии то есть в общем то не везде подобное разрушение но нож откровенно затуплен начнем с того что обычно до японские ножи подобного конструктива то есть скажем так истина подобного конструктива то есть когда у нас есть плоскость спуска плоскость подвода и условно говоря вогнутый ну как сказать вогнутый спуск с другой стороны чаще всего подобные ножи затачиваются ну например ножи для сашими в горизонтах 15 градусов 17 градусов иногда 12 градусов это естественно полный угол вот то есть это я к чему это веду что вот примерно такие углы являются рабочими для определенных видов работы по продуктам здесь безусловно такое недопустимо во первых начнем с того что это тридцать пятка во вторых прошу прощения во вторых здесь в любом случае такие углы не будут выдержаны то есть толщина этого клинка почти 4 миллиметра то есть что опять же как-то за гранью добра и бобра данном нашем конкретном случае поэтому ситуация здесь будет следующее но вот этот вот маленький подводе будет скажем так накатан угол в 30 градусов а заусенец мы будем снимать довольно хитрым способом а я думаю здесь это видно сейчас на плоскость двух зажимов я установил алюминиевый бланк защитил его скотчем чтобы в него не зашаражировать абразив и так далее то есть процедура будет идти следующим образом сначала мы формируем подвод здесь а заусенец и минимальную работу мы будем осуществлять здесь примерно в таком виде примерно вот под таким углом тем самым мы добьемся что с этой стороны с нижней стороны со стороны подвода в данный момент нижней у нас получится примерно 30 градусов а с этой стороны примерно 8 38 градусов для ножа который похож на и нагибу это это довольно плохая шутка на самом деле но как бы понимаете ситуации они бывают очень разные и ножи и кухонные бывают очень разные усикаю криса рива есть один достаточно серьезный плюс с точки зрения линий с точки зрения эстетики нож очень интересный и поэтому как бы моя задача в данный момент это привести его в худо-бедно удобоваримое состояние для какой-то несложной работы на по овощам возможно возможно по мясу там и так далее естественно даже попытки привести это в нормальное японское состояние не будет ну потому как она обречена на провал однако хочу подчеркнуть это достаточно сложная за . я естественно все элементы и показывать не буду я буду показывать лишь частично это достаточно сложная за . и если вы стал кинулись с подобным ножом а позже я надеюсь в конце я вернусь к подобным ножам и вы увидите что вы можете с ними столкнуться гораздо чаще чем кажется сикаю довольно редкий нож на самом деле так вот если вы столкнулись подобным ножом у вас есть опасения в собственных скажем так навыках в собственном опыте заточном то лучше на первом этапе это дело не трогать потому что есть все-таки сложности есть нюансы в позиционировании в положении в настройке выставлении клинка это один из самых сложных элементов заточки здесь это надо четко понимать в этом нельзя плавать иначе вы можете натворить делов вы можете скажем так про царапать испортить и так далее так далее так далее ну давайте наверное приступим к работе на сотки и в какой-то момент наверное будем акцентировать внимание на том что происходит на работает сейчас сотка вот видно что заусенец образуется очень сильно очень он полностью с той стороны то есть здесь нет вообще ничего здесь ничего нет и изучение с той стороны потихонечку металл уходит и вот здесь на самом деле здесь на самом деле друзья мои начинается тот самый первый нюанс о котором стоит упомянуть в теории и на практике тоже вот такой жирный заусенце образование она на пользу не идет то есть так делать нельзя то есть по большому счету что я должен был я должен поработать повернуть и снять заусенец однако собственно говоря отчет тогда сразу не сделать двухсторонние эти вегрин да то есть с этой и той стороны потому что эстетика ножа этого не подразумевает то есть я повторюсь еще раз даже на таком ноже и тем более на таком ноже эстетика это очень важная роль и если начать работать активно прямо с самого начала по съемке заусенца с той стороны это будет правильно но это все равно создаст подводик пусть тоненький но она его создаст он в принципе будет в любом случае но наша задача сделать его минимальным абсолютным чтобы его практически не было заметно насколько это возможно тогда каким образом мы будем решать проблему вот этого повышенного заусенца образования ну во первых во первых да надо понимать что у нас такое заусенец на каком этапе он образуется какое количество какой конкретно абразив в данном случае это 100 микрона кстати не помню сказал я какие абразивы сегодня работают или нет давайте поэтому пройдемся еще раз это сотка полтинник 20 нет не так сотка сотка полтинник двадцать семь три это венёвские алмазы все стопроцентные и два прикира это g10 на алюминии алмазные пасты опять же венёвские 3 на 2 1 на 0 а это не на тест точится нож это нож клиентский поэтому точится он вот именно так теперь собственно говоря давайте я попробую чуть детальнее прояснить что мы будем делать заусенцем и как я думаю на 100 микронах я в принципе с этой стороны касаться не буду почему потому что еще раз говорю мне не нужно увеличение подвода с этой стороны здесь и так изначально есть вопросы потенциальному резу будущему и мне нужно просто привести это в ум с эстетической и практической точки зрения с эстетической в первую очередь но как я буду компенсировать заусенцы образования во первых я буду дольше работать на абразив их начиная с 20 микрон то есть полтинник я думаю пройдет точно также это во первых и уже с 20 микрон я начну съем заусенцы с той стороны и второе что я буду делать что немаловажно я буду стараться по мере работы условно говоря вот так выламывать заусенец естественно не пальцем я скорее всего буду делать это либо кусочком пластика банально либо картоном я еще не решил как именно я это буду делать я подумаю по ходу потому что здесь длительный процесс то есть чтобы вы понимали снятие вот этих вот скажем так проблем да вот этих сколов а здесь скол самый крупный чуть больше двух миллиметров но не двух миллиметров наверно почти два миллиметра это длительный объем работы работаешь ты по всей длине чтобы не нарушать геометрию и поэтому как бы если только здесь нужно было проточить это одно дело мы проточить нужно полностью поэтому даже при таких условиях даже на самом мощном не на самом мощном достаточно мощном сотки на стомикронном веневском алмазе это в принципе процесс длительный поэтому пока я об этом не думаю посмотрим иногда просто в таких случаях заусенец реально отходит пальцем то есть его можно так начинать сгибать и убирать еще раз говорю задача очень простая задача совместить эстетический компонент и резательный компонент компонент по максимуму и еще раз повторюсь это значительно ближе чем кажется несмотря на то что нож редкий в конце я постараюсь упомянуть те модели ножей которые принципе похожи по структуре и построению работа на 100 микронах закончена вот здесь достаточно неплохо видно по остаткам того же самого бумажного полотенца что есть достаточно неплохой заусенчик как он собственно говоря уничтожается нам необходим вот такой маленький кусочек g10 на самом деле можно большой можно картон можно дерево можно вообще многое просто g10 делает что он с одной стороны как бы гарантированно снесет заусенец потому что довольно плотный а с другой стороны гарантированно не оставить никаких следов ну и работа она ведется примерно вот так вот так единственное что делать нужно аккуратно то есть понятно что это уже достаточно острая и каких-то скажем так неадекватных движений лучше не делать порезаться достаточно просто ну и опять же после того как сделано можно это чуть-чуть проверить насколько останется или не останется здесь что-либо видно что и пальцем заусенчик практически не чувствуется он не полностью отламывается он местами отламывается местами отгибается и так далее в таком методе пока помимо основной цели который мы хотим добиться а это в данном конкретном случае сохранение эстетики то есть сохранение вот этой плоскости интактные по максимуму то есть чтобы здесь не было никаких визуально определяемых следов подвода он будет но позже на более тонких камнях и как бы значительно более тонкий чем мог бы получиться на 100 микронах условно говоря помимо этого есть еще один небольшой плюс подобная техника при обламывании заусенца может вам показать уже условно говоря с этой стороны в каком состоянии у вас в каком состоянии у вас кромка где-то он отломается чуть-чуть больше где-то может по существенно больше отломаться это может говорить о том что в данной конкретной точке есть какая-то зона напряжения в которой в последующем может произойти скол и в принципе возможно имеет смысл поработать еще пройти эту зону но это двояко выпуклая скажем так такая тема потому что на современных ножах на всех практически можно сказать что и на всех подобные зоны на режущей кромки будут так или иначе и сильно на это упирать порой бывает скажем так достаточно сильно неразумно наверное иногда все таки единственный выход чтобы убрать вот подобные выкрашивания достаточно серьезно это довольно существенный подъем угла другого выхода к сожалению нет вот собственно говоря 100 микрон закончили заусенец мы убрали именно таким способом сейчас мы будем работать 50 20 и наверное к вам вернемся уже после 20 микрон и там будем уже работать тоньше и там будет с не всем заусенцы идти иначе ну собственно семерка закончила работу дальше у нас уже будет идти трешка и вот начиная с трешки мы начнем уже скажем так формировать здесь нечто вида микро подводика то есть подчеркиваю задача она примитивная наша задача не дать формироваться здесь достаточно мощному подводу который нам совершенно не нужен мы бьемся скажем так за эстетику этой плоскости за визуальную компоненту ножа вот трешка веневский алмаз стопроцентное напыление скажем так насыщение здесь маркер я уже не использую потому что в этом то что нет смысла здесь нужно идти через как бы гарантированное попадание на саму кромку желательно попадание в подвод мы по максимуму насколько это возможно один из минусов скажем так работы веневскими алмазами с маслом камни очень производительные очень и масло приходится достаточно часто убирать но при этом качество работы достаточно высокая и главным образом они работают вообще отдельно на тему работы как оценивать работу тонких камней это тема отдельного видео естественно во многом потому на самом деле что это нетривиальный вопрос крайне нетривиальный итак вот мы условно говоря поработали чуть-чуть сформировали микро заусенец пальцем вы его не почувствуете скорее всего скорее всего вы его не почувствуете салфеткой ваткой как угодно это просто очень тяжело будет сделать но то что он там есть это очевидно тут еще какой нюанс есть это крис риф вот это далеко не чемпион в плане термообработки в плане удобной термообработки для заточки мягко говоря не чемпион то есть здесь есть масса нюансов как это дело все происходит и так далее так далее так далее ну сейчас я попробую пояснить что именно мы будем делать первое что неплохо бы сделать первое камушек полностью чистим полностью мы его снимаем и замечаем что у нас три на два шло наверх это стоит запомнить это стоит запомнить потому что вот это место оно должно лечь туда же теперь собственно говоря масло здесь есть чуть-чуть больше не надо мы кладем камень вот так здесь что нужно понимать здесь нет какого-то определенного движения которые вы будете делать из этого всего нет здесь нет никакого нажима то есть это микро движение на микро давление то есть это еще раз говорю вот это и есть тот тонкий момент чтобы с одной стороны не создать визуально мощного подвода а с другой стороны при этом все-таки некий микро подводик создать чтобы не было 30 в ноль как изначально здесь предполагается было 30 с одной стороны 80 другой но очень маленький совместить и визуальную компоненты и худо-бедно защитить кромочку то есть движение скорее всего я буду делать примерно вот так повторю еще раз это важно понимать это здесь нет какой-то такой прям ну скажем так нет какого-то такого гипер стремления выдержать угол прям идеально это трешка это трешка то есть это довольно тонкий он хоть и жрет металл это довольно тонкий абразив и прям сто процентов прям вот попадать именно с этой стороны не нужно желательно конечно более-менее аккуратно все это делать но опять же подчеркиваю не нужно придумывать никаких лишних сущностей в принципе вы можете заметить что все это вполне спокойно можно сделать и ручками в этом нет никаких проблем вообще ну собственно говоря дальше вот можно ногтем проверять как она чувствуется ногтем на самом деле более-менее более нормально ну то есть в лупу если вы что-то увидели в лупу это будет ногтем прочувствовано задолго до поэтому это можно и вот собственно говоря вот в таком ключе идет работа работа идет довольно длительно и качество этой работы будет напрямую зависит того как часто вы будете это делать то есть как часто вы будете менять туда-сюда обрадив и да это в полной мере характеризует удобство и полезность подобных ножей ну вот после трешки уже начинают быть похожим на что-то более-менее худо-бедно меняемая начинает опять отблескивать этот софит острота я полагаю тоже должна быть вполне вменяемой на худо-бедно нормально батарейка у нас садится что я еще хотел сказать друзья прежде чем переходить скажем так с прикира 3 микрона на прикира 1 микрон вот эту площадку вот эту стоит либо по новой оклеить как бы заменить потому что условно говоря абразивную компоненту более грубую вы можете чистить а вот допустить попадание одного абразива на другой в плане прикиров вот это уже совершенно нежелательно ну и собственно говоря когда мы работаем это один из вариантов а второй вариант он немножко проще то есть мы условно говоря поработали поделали поделали наше черное дело на с этой стороны и вот нам нужно переходить на следующую сторону вот мы переворачиваем точно так же снимаем прикир запоминаем как он стоял и собственно говоря чуть-чуть приподнимаем угол самую малость то есть делаем это условно говоря визуально никаких особенных проблем еще с этим нет здесь мы работаем уже фактически на на таком уровне здесь металл настолько сильно снимается сидел все аккуратно никаких особенных проблем ничего такого не создадите о чем стоило бы условно говоря там как-то переживать и так далее вот подчеркиваю процедуры это длительная так вот собственно говоря прежде чем я буду это заканчивать это буду заканчивать уже все что называется вне камеры потому что работа на единичке это долго очень долго и это никому уже не надо основную суть я выразил основной смысл что я хотел что я хотел как я хотел подытожить до наше сегодняшнее видео может показаться что подобная конфигурация ножа когда я это называю псевдо чизила то есть когда нет вогнутых нет вогнутости на скажем так плоском спуске в случае если мы берем как бы нож от себя и берем его в правую руку получается сторона которая смотрит налево вот на этой левой стороне когда нет вогнутости и когда это сделано не как положено изначально с положенным ему нормативом заточки на камнях довольно крупных то в таком случае для того чтобы соблюсти и эстетику и одновременно с этим соблюсти некая ну резательную компоненту да все таки оставить на жуту придется вот так вот вокруг клинка плясать и это зачастую серьезная проблема более того я не думаю что это нужно дополнительно объяснять но с акцентировать момент все таки нужно да то есть какая устойчивость у кромки которая построена вот таким вот образом на какая устойчивость боковые нагрузкам и так далее не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять что на определенных кухонных задачах определенный вид металла определенным образом сделанные японские ножи это да а вот в быту подобное то есть каких-то и DC задачах это это очень хороший уклон в некую сувенирность продукции на самом деле а с учетом того что сейчас на жизнь псевдочизелом довольно много это и страйдеры определенных серий это и эмерсон и так далее и так далее и так далее необходимо этот момент четко понимать то есть для многих людей это не будет проблемой потому как нож вещащий на кармане он не делает ничего такого особенного и даже такая конфигурация вполне спокойно с скажем так городскими задачами вскрытие пакетиков и так далее справится без каких-либо проблем вообще но если вы приобретаете нож в том числе и для работы вот подобного подобную формацию нужно приобретать все-таки с пониманием того что она дает вы можете задать вопрос а зачем собственно говоря вот такие вот ну не побоюсь того слова извращения да для чего это надо можно же гораздо проще можно как бы что называется не заморачивать себе голову просто взять и условно говоря ну заточить вигринт для некоторых ножей это допустимо когда спуски симметричные но когда у нас картина вот такая мы на выходе должны получать примерно следующее что визуально если сильно 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 хорошо приглядеться да там будет микро подводик но если не приглядываться и просто посмотреть вот как мы сейчас это видим то это должно быть вот так таким именно образом это задумано производителем таким именно образом это выглядит таким именно образом это приобретается и появление на этой плоской поверхности дополнительного подводика это не эстетично спасибо за просмотр пока а а